Так, здравствуйте. Я рада приветствовать сегодня здесь, в Санкт-Петербурге, участников нашего Всероссийского телемоста. Хотела сказать, что справа и слева от меня находятся герои тех документальных фильмов, которые прямо сейчас видели все в прямом эфире и здесь, в зале Морской технической академии Санкт-Петербурга. И это по правой руке от меня Леонид Алексеевич Баранов, участник партизанского движения, заслуженный тренер России. Слева от меня находится Лазарь Саевич Мельник, он плотский человек, участник народного ополчения и вообще прошедший очень большую интересную жизнь, как вы только что поняли из фильма. Наверное, знаково, что адрес сегодняшнего учебного заведения, в котором мы находимся, это проспект народного ополчения. Также знаково, что сегодня, 22 июня, здесь памяти и скорби, день, когда 82 года тому назад началась Великой Отечественная война, он у нас проходит под эгидой детей войны и военного детства, поэтому мы сегодня с вами и встречаемся с героями, которые в годы Великой Отечественной войны были в возрасте подростковым. Но еще не могу не сказать, что ровно через неделю, 29 июня, во всей России отмечается День подпольщика. И поэтому вот как раз Леонид Алексеевич, как герой подполья, герой партизанского движения, наверное, тоже достаточно знаково, что именно сегодня приглашен сюда. Ну, а сейчас я передам для приветствия слово нашим героям. Они буквально скажут пару слов, поздороваются, я за это время подсчитаю вопросы, которые у меня со всей страны приходят сюда, на телефон, и которые в дальнейшем я буду задавать нашим уважаемым гостям. Ну, а ребята, которые сидят в зале, пожалуйста, тоже не стесняйтесь, формулируйте вопросы. Вы только что посмотрели фильм, у вас есть о чем спросить, и я также их с удовольствием зачитаю. Так, ну, Владимир Алексеевич, когда вы поздороваетесь с ребятами, поздороваетесь с публикой, скажите о ваших впечатлениях про фильм, который только что увидели. Для ветеранов тоже это премьера. Великое дело сделали, показали фильмы, которые по всей России на экранах показали. Это хорошо. Для молодых особенно, школьников, работников, рабочих, для всех, которые сейчас трудятся на благо нашей Родины. Я с удовольствием посмотрел эти фильмы. Ну, о себе я, конечно, уже знал фильмы, а вот насчет партизанов, конечно, я подробностей не знал. Сегодня я их узнал. Очень приятно. Вот я мой ответ. Я хочу предварить ваши вопросы. На любой вопрос я постараюсь ответить. Если я не знаю ответа, я скажу «не знаю». Если я не участвовал, скажу «не участвовал». Короче, я буду говорить правду. Спасибо. Леонид Алексеевич. Ну, на первых, на первых, на первых строках, как говорят, сегодня день памяти. Я всех прошу встать и почтить в этот важный для всей страны день, день народной скорби о тех, кто ушел в годы Великой Отечественной войны и про пионеров, про своих друзей. Спасибо большое. Готов отвечать. Да. Значит, давайте тогда перейдем к вопросам. И прежде чем идут вопросы, хотела бы просто зачитать поздравления. Ну, как поздравления. Такие приветствия. У нас из Сибири. Там есть город Зеленопольск. Передаю, что участвуют вне памяти и скорби. Собирают детей войны, тоже общество инвалидов. И всячески привет, шлют и пожелания здоровья к участникам телемоста. Это, так сказать, без вопросов, просто пожелания. Ну, а теперь перейдем, значит, к вопросам. Симферополь, город Крым. Первый вопрос, он общий. Давайте сначала тогда, Лазарий Сайлович, вам. Вы, сбылась ли ваша мечта в детстве? Кем вы хотели быть в детстве? Кем вы хотели быть в детстве? И сбылась ли ваша мечта? Отвечу на этот вопрос. Моя мечта сбылась. В 1939 году в Советском Союзе были образованы спецшколы. Эти спецшколы были направлены на обучение старшеклассников 8-й, 9-й и 10-й класс с общообразовательными предметами плюс направления. Эти спецшколы были образованы артиллерийские, военно-воздушные и военно-морские. Военно-морские школы были образованы в Москве, в Киеве, в Куйбышеве, это тогда называлось Самара, в Владивостоке и в Баку, и в Севастополе, военно-морские. И я заболел морским делом. Я поступил в спецшколу в Киеве, я родился в Киеве, военно-морскую спецшколу. Ну, мы были одеты в форму, а учились в общообразовательные, повторяю, 8-й, 9-й, 10-й класс. А направление было морское. Ну, мы ходили на парады, ходили, гордились своей формой. Вот. Такая вот система была. В 41-м году началась подготовка нас к выпускным экзаменам в школы. Но 22-го июня, И, кстати сказать, истории, историографии наши числится начало войны в 4 часа утра 22-го июня. Не так. Война началась в 3 часа 15 минут. 3 часа 15 минут 22-го июня. А через 45 историографии в советских времен считали 4 часа. Даже песня в 4 часа началась война. Вот я вам рассказал то, что я знаю. Я заболел военно-морским делом. Поступил. И когда началась война в 41-м году, уже немцы в начале полчетвертого бомбили Киев. 215-й завод, где мы недалеко жили. Это авиационный завод. Бомбили аэродромы. И мы жили на киностудии на Киевской. Мать была творческим работником. Если вы внимательно смотрели первый фильм, там, где были костюмы, Эр Мельник, это Раиса Мельник, моя мама. Она участвовала творческим работником. А отец был не творческим работником. Он был начальником пожарной охраны и первого отдела киностудии. Началась война, киностудия была эвакуирована в Ашхабад. Это столица Туркмении. А отец, как коммунист и ответственный, он коммунист с 1928 года, остался и поступил в добровольном в ополчение по обороне Киева. Валерий Савич, вы уже сейчас на следующий вопрос отвечаете заранее. Самое главное, что ваша мечта, которую вы в детстве уже заболели флотом, сбылась. Дальше не отвечать. Пока не надо. Не надо. Спасибо. Леонид Алексеевич, а теперь такой же вопрос к вам. Вот ваша мечта в детстве какая-то была кем-то стать? Сбылась ли она? В то время была очень хорошо поставлена работа с пионерами. Выходили газеты и нас хорошенько просвещали. Учителя, я не буду говорить преподавателей. Поэтому мы все мальчишки бредили стать, желание стать военным. Всегда играли в войну. Ну, знаете, если вы читали книжки старинные, то это казаки-разбойники игры остались со старого времени. Играли, значит, военные игры. И были уже в пионерском классе, уже в третьем, четвертом проводились игры военные, походы такие, песни изучали, ходили с троем под барабан. И мы знали, и вы тоже знаете, а если не знаете, должны знать, про испанскую войну, францкийскую. Это первая фашистская война, в которой приняли участие немецкие фашисты, помогли Франка разгромить демократическое правительство. И мы это все знали, играли вот в эти игры. Никто не хотел быть фашистом, никто не хотел быть шпионом. Вот. И всегда возникала проблема, кто будет, чего будет, кого поймать. Всем хотелось стать военными. И мы изучали раньше, до Отечественной войны, и какое-то время после Отечественной войны иностранным языком был немецкий. Английского и никто не слышал. Все изучали Deutsch-Praken. И я в четвертом классе к старшеклассникам пристроился в кружок по изучению иностранного немецкого языка. Хотя, так это, знаете, разговоры были. Некоторые ребята говорили, не буду я учить фашистский язык, вражеский. Но, а мне было интересно. И мне это потом помогло. Я потом частной беседе расскажу. Все, знаете, вот, фильм не уместился. Но это мне здорово помогло, понимаете? Вот. А так мы были настроены в то время на борьбу с фашистами, на защиту Родины. И когда 22 июня началась война, конечно, мы все было такое настроение, что чужой земли нам не нужно ни пяди, разобьем, так, разгромим. Ну, а сами вы знаете, изучали историю и знаете ход Великой Отечественной войны. Поэтому вы были немножко ошарашены. Но одновременно проводилась работа и была организована сопротивление работа по борьбу с врагом, который пришел на нашу Родину нас завоевывать. То есть, Леонид Алексеевич, можно сказать, что в каком-то смысле, поскольку вы стали партизаном, ваша вот эта детская мечта стать военным, она в каком-то смысле даже немного сбылась. Конечно, мы кое-что знали. Топографию изучали, вот кружки были. Работал, а с Авиафим, знаете, это, я зайду в программу, изучали противогазы, стрелять изучали. Простая винтовка была, называли ТОС-1, тульская, однозарядная, малокалиберная винтовка. И на ней все население в обязательном порядке в учреждениях учились стрелять. изучали, вот, если вы посмотрите старые фотографии, значки были готов к труду и обороне, вот, потом готов к санитарному делу, все это изучали. И население нашей страны, которые такие были активные граждане, вот, всех обучали понемножку через эти организации. Сейчас они умерли, потихонечку начинают возрождаться. Но это в частном разговоре, я вам расскажу, если вы хотите. Спасибо. Так, следующий вопрос, он конкретно будет к Лазарю Исаевичу. Значит, он из города Сарабы, Удумайте. Лазарь Исаевич, хотелось ли вам вновь попасть на фронт? Вот вы после того, как вы побывали в Киеве, потом Киев оккупировали, в Ашхабад вы потом стали учиться, и вы уже на фронт как таковой не попали. Было ли у вас желание? Значит, с начала июня по середине сентября до сдачи Киева немцев в сентябре во второй половине я был вместе с отцом в ополчении. Это участие моё отец меня включил как бойца, а мне было 15 лет, я состоял при артиллерийском отделении, который сражался с танками в Голосеевском лесу, это под Киевом. в этом в этом в этом вополчении я служил до эвакуации и был включен как участник войны на сухопутном фронте. Ну, что мои обязанности? Я немцев не убивал. Я носил снаряды к пушкам 50 метров было, носил пищу, одежды и всё. Это моё участие на сухопуте. Дальше у меня вся жизнь связана с флотом. После эвакуации в Ашхабад вместе с отцом в 43-м году я добровольно поступил в Багинское военно-морское подготовительное училище. Военно-морское. Оно готовило курсантов, выпускников училища для поступления в высшие учебные заведения. В Багу были эвакуированы фрунзе. Это училище, которое находится на Васильевском острове из Дзержинка. Она в Адмиралтействе. Вы знаете, да? Адмиралтействе. И вот я там после окончания, а поскольку я окончил подготовительное училище с красным дипломом, с красным дипломом, давало право выбрать училище. Я выбрал инженерное училище имени Дзержинского. И в сорок четвертом году, после освобождения Ленинграда, наши два училища эшелонами было перевезено в Ленинград, в Санкт-Петербург. И вот начиная с сорок четвертого года по сорок девятый я учился в училище имени Зержинского в Адмиралтействе на парасиловом факультете. В училище было четыре факультета парасиловой, дизельный, электротехнический и кораблеостроительный. Я поступил добровольно по желанию на парасиловой факультет. Валерий Савич, вот в этот момент еще была в сорок четвертом году продолжалась Великая Отечественная война. Желание попасть на фронт. Ну вот в сорок четвертом году продолжалась война, а в сорок третьем году, когда я был уже на четвертом курсе, желающих отправили в Севастополь, который был уже освобожден для того, чтобы участвовать в походах кораблей между Новороссийском и Севастополем. Перевозить раненых, привозить боедопрас. Поэтому я немножко на Черном море, но это было всего лишь восемь месяцев поучаствовал и плавал даже на знаменитом лидере Ташкент. Лидер Ташкент имел его построили итальянцы. Они не хотели нам даже отдавать, поскольку у него была большая скорость до 45 узлов. Вы знаете, что такое узел. Вот. Это миля в час. И вот участвовал немножко в Севастополе, а затем возвратился в Ленинград и в 49 году окончил училище. Училище и... Все. Ну, просто чтобы мы оставили еще время на другие ответы. В 49 году окончил я училище парасиловой факультет, а поскольку я тоже с дипломом красным и изучал еще английский язык и диплом я защищал на английском языке. Вот такая вот комедия, что дала возможность мне в дальнейшей службе. Я выбрал флот какой? Северный. Спасибо. У нас прямо получается здесь два полиглота сидят, ветераны. По левую руку на английском разговаривают, по правую руку на немецком. Так, давайте тогда следующий вопрос. Леониду Алексеевичу конкретно адресован. Такой любопытный вопрос. В ходе вашей партизанской деятельности, когда еще ничего не предвещало вроде бы вашей приверженности к лыжному будущему, к лыжной карьере, было, значит, вопрос из Краснодара, кстати, от Елены Ивановой. В ходе вашей партизанской деятельности приходилось ли вам ходить на лыжах? Конечно. Конечно, на лыжах. Я вам должен сказать, что когда оккупанты пришли, конфисковали все лыжи, конфисковали все велосипеды, все средства передвижения, а совхоз, в котором мы жили, было много ленинградцев, и ленинградцы, которые приехали организовывать, первым делом организовали в совхозе футбольную команду, открыли лыжную базу, привезли лыжи из Карелии, и проводили большую среди простых псковских крестьян, которые работали там в совхозе, очень интересную по тем временам спортивную работу. Построили земляной стадион, и ленинградцы понесли культуру простому народу псковичам. Это была окраина ленинградской области, дедовический район. Поэтому я на лыжи сразу с первого дня ходил уже, как только там появился. Леонид Алексеевич, и тогда сразу в продолжение вопрос от студентов Надымского профессионального колледжа. Вопрос как не обнаружить себя, находясь в окружении партизана? Как не обнаружить себя? Надо изображать лояльного вот хер-офицер солдату скажешь хер-офицер солдат сразу расплывается в улыбке, знаете, звание повыше. Вот. И и соврешь, куда идешь, зачем идешь, где ты живешь, в Ахин, ну, в Левене и так далее и тому подобное. Я вам говорю, что немецкий я разговорный язык уже знал. А руководитель группы, как вот вы в кино посмотрели, был в немецком плену и прекрасно знал немецкого языка. Приятель был моего папы. Они были участники гражданской войны. Вот. Оба старые коммунисты были. Вот. До, как говорится, 14-го года были еще. С 1910-го года состояли в РДРП. Так что, если, так сказать, резюмировать, да, нужно максимально прикинуться лояльным, да, к режиму, как вы говорите? Не надо прикидываться. Надо вести себя нормально, как будто бы ничего не случилось. Здравствуйте, здравствуйте. Как пройти? Иди туда, сюда. Вот. А параллельно заниматься непосредственно? Не надо ничего. Не надо изображать испуг. Вот. А немножко надо чуть-чуть обнаглеть. Вот. Я возил врача в партизанском отряде. Но это длинная история, я вам не буду рассказывать. Вот. Ну, как это вам сказать? Врач всегда говорила, ой, Ленька меня возил наглый, как так. А потом я скажу, в чем дело было? Здоровую наглость проявлять. А. И смелость это проявлять. А когда у тебя в кармане аус-вайс от гестапо на передвижение по району, так я наглость себя вел, знаете как? Будьте здоровы. Спасибо большое. Полицаев не боялся, и солдат патрулей не боялся. Спасибо. Боялся партизан. Поймаются этим удостоверением сразу сказал Жуйкин. Расстреляют, разговоров не будет. Не показывай. Так. Опасная работа, в общем. Лазарь Исаевич, теперь вопрос к вам. На самом деле вопрос к вам обоим, но начнем тогда с вас. Во-первых, это город прохладный. Артем спрашивает, что помогало вам, ну, в момент, когда вы были в ополчении, что помогало вам идти вперед, не бояться, и вообще, как бы вы охарактеризовали слово героизм? Я отвечу на этот вопрос. Ну, вы знаете, молодые люди, что молодежи присущи риск, какой-то риск. Ну, мне было 15 лет. Я был горд, что я участвую в ополчении, что я подношу унитарные патроны к противотанковым пушкам, что я приношу кищу бойцам, которые стреляют, а кухня находилась 50-55 метров от артиллерийских пушек, 45-миль долгий. Это маленькие пушки противотанковые с унитарным патроном. И я был горд. Вот это мне рядом с отцом это меня воодушевляло. Да. Спасибо. Спасибо. Леонид Алексеевич, а вас что воодушевляло? Что вот вам вселяло такую уверенность в победе тоже? Я вам скажу так, что вы были воспитаны. И совсем недавно мне задали вопрос. Я из пушки стрелял, когда было 90 лет. И подошли там обслуживающие. Вот спрашивают, как? Правда ли, что в войну вы готовы были умереть? Да. Лозунг «За Родину, за Сталина». Мы были так воспитаны. Понимаете? Если вы смотрите старые фильмы, командир вставал и говорил «Коммунисты вперед!» Мы были так воспитаны. И у меня на глазах расстреливали пионеров за Родину и за Сталина. За то, что они помогали, допустим, партизанам, арестованным в подземелье. Сидели там, свеклу давали, капусту. Немцы один раз прогнали их. Мальчика и девочка 12 лет из нашего класса и бабушка с ними второй раз, а третий раз поймал, подошел другой вахмистер и говорит «Шистен!» Расстреляли прямо там церковь есть, могила. Это детская могила. Я 10 лет назад туда отвез мраморную досочку сделали мне друзья, ну, такую, довольно большую, с указанием их имени, фамилии, когда они расстреляны. А родственники поставили там у храма, вот, населенный пункт называется Вышигород, и вот там эта могилка моих друзей. Их расстреляли за помощь партизанам, не смотрели, что это были дети. Так были воспитаны, я не скажу все, но кого я знал, я потом вам расскажу. Забирали и пытали и не выдавали. Иногда брали мальчишек партизан в плен. Я знаю одного, который не выдал, но потом я расскажу отдельно. Спасибо. Ну, и, кстати, еще один вопрос тоже про мечту, но Вы уже на него ответили, вот из Огненского колледжа Калужской области пришел Огненский колледж технологии услуг. У нас уже заканчивается время нашей трансляции, поэтому буквально хотелось бы по последнему комментарию получить от Вас. Естественно, спрашивают про награды, но я думаю, что про награды Вы уже в фильмах достаточно рассказали. Давайте так, пожелайте что-нибудь современной молодежи. Что бы Вы пожелали? Вы, если внимательно смотрели фильм, первый фильм, там я провозгласил формулу жизни из трех слов. Я повторю его сейчас еще, чтобы вам это было на всю жизнь. осмотрись, подумай, действуй. Все. Три слова. Они пригодны для всех случаев жизни. И еще. Не говори, не подумай, а подумай внимательно, а потом говори. вот эти мои пожелания вам. Я желаю вам всем окончить учебное заведение, любить своих родителей, своих детей, у кого они есть, а будут, и Родину. как это делали мы во время прошлого века. Я фактически, ну, вы знаете, мой возраст, наверное, знаете, 97, ну, ну, какой это возраст, надо жить и жить. Для этого надо тренировать память обязательно, что я делаю каждый день, тренирую свою память, у меня есть несколько метод, как их тренировать. Если есть время, я расскажу. Нет времени, не буду, говори. У нас сейчас после эфира будет время, и вы расскажете тогда, как раз. Леонид Алексеевич, а вы что бы пожелали нашей современной молодежи? А что, это вопросы мои закончились? Вопросы после эфира? Все время мое воровали, и хорошо. Давайте, что пожелаете молодежи? Я хочу пожелать молодежи, будьте любознательными, изучайте историю России, историю нашей страны. внимательно к любой мелочи, к любой исторической мелочи, потому что я встречаюсь с молодежью очень много малограмотных в университете с журналистами, встречаюсь в Жданово, главный университет. задаю вопросы, говорю, вот, один вопрос, ответьте, и не отвечаю. Второй вопрос задаю, и опять не отвечаю. Студенты первого курса факультета журналистики университета, и я уверен, что я вам задам тоже вопросы из школьных учебников, и вы на некоторые не ответите, поэтому я призываю вас не скользить по истории, так вот, а поизучать, посмотреть, послушать, вот, быть более любопытными. Изучайте биографию некоторых писателей, ну, например, Лев Толстой, «Севастопольские рассказы», надо почитать про оборону Севастополя, чтобы знать, как она в то время была, понимаете, или Пушкина, Евгения Онегина надо знать на память, чтобы в любой компании вы могли рассказать там, «Онегин, я ему навек дана, вот, и нечего крутиться около меня», сказал Евгений Онегин, вот, понимаете, изучайте историю, поэтов, писателей, конечно, некоторых трудно усвоить стихи, все, но кое-что вот, можно из писателей, и изучайте историю Великой Отечественной войны, очень многое узнаете, вот, сидит капитан первого ранга, можно я ему задам вопрос, товарищ капитан первого ранга, знаете ли, героя Советского Союза Егорова, командира третьей партизанской бригады, командира полка, который учился с вами в одном училище, освободили Санкт-Петербург, ему 18 лет, и он пошел в чисто училище, но не помню, в Афрунзе или в Держинку, слышали вы эту фамилию когда-нибудь, героя Советского Союза, партизана, командира 18 лет, командира 3-й партизанской бригады, ну не командира, а командира полка, потом заведовал лабораторией по торпедам Егоров, у меня есть знакомый в Академии, и он в Академии сейчас военно-морской, известный один из героев, которым Академия гордится, то есть знай и люби родину родину знай своих героев. Спасибо, спасибо, за вещь. Я могу еще сказать, вот, вы сидите здесь, а на истребителе, как назывался истребитель, на котором Покрышкин воевал, что за модель истребителя, ну-ка, скажите мне, уважаемые слушатели, ну-ка, вспоминайте, книжки, кто читал про войну, ну, моряки, им лучше больше, трижды герой Советского Союза, Покрышкин, Покрышкин, летал, летал на американском истребителе Спиртфайр, который пригнали через Щукотку, поставили Полин Лизу, он на этом истребителе стал героем Советского Союза. Вот так. Спасибо. Спасибо вам огромное. Учитель. Спасибо большое. Я бы, приятного, позвольте мне завершить наш сегодняшний Всероссийский телемост. Если какие-то вопросы не прозвучали сегодня в эфире, присылайте нам на электронную почту, мы зададим их лично еще раз нашим ветеранам и пришлем вам в индивидуальном порядке ответы. Еще раз огромное спасибо всем, прежде всего, Леониду Алексеевичу Баранову, Лазарю Саевичу Мельнику, всем присутствующим здесь, Морскому техническому колледжу, теперь в Морской технической академии за гостеприимство. Огромное еще раз всем спасибо и до новых встреч. Все, закончено. Позвольте, мы вам вручим вопросы. Вручим. Это подарок у нас. Куда пошли? Сейчас я вас буду напрашивать. Труденты. Нет, сейчас не часть просто на обучение пошла, уроки начнутся, а часть останется. На обучение? Да. Пошли учить историю. Ну что, может быть, сфотографируемся? Всем спасибо. Александра, а давайте мы с вашими мальчишками, кто не торопится, сфотографируемся. Ну ладно. Сейчас мы сфотографируемся. Раз такая аудитория, Лобские, разоблачайте меня. Лобские, я вам скажу, убияйте капитанов первого ранга. Про память расскажите. Пока не снимаете? Начиная от директора военного стола музея на дороге жизни. Лариса Григорьевна, Ирина Леонидовна, не хотите к нам, пожалуйста. А то я тут сижу, как бы это родственники есть. Алена, иди к нам. Как раз режиссер второго фильма. Давайте вы по центру отойдите. Если видели, говорили, матросы, матросы, боялись матросы. Вставай сюда. Страшно, буду молчать. Герой своего фильма. Вот Алена пришла, которая про вас фильм делала. А я не боюсь, вы первые. Так, дайте нам знак, куда смотреть. Камера закрывает? Просто вперед. Есть контакт? Спасибо. Все, да? Спасибо. Спасибо вам огромное. Студент.